Так, ну, тяжелый сегодня был день, в 2 часа я приехал в Ленинский районный суд, сейчас 7 часов вечера. Ну, слава богу, результат, свободные люди, почти в свободной стране. Ну, я, ладно, это моя работа, быть в суде, проводить много часов, но ребята при этом провели более чем двое суток под стражей, под арестом. И, в конечном итоге, этот арест является незаконным. Значит, относительно настоящего дела, существа настоящего дела, вынесено постановление, привлечены оба административные ответственности, но не за то, за что привлекались первоначальники. Привлечены за нарушение масочного режима. Статья 26, прим. 1, часть 1. Наказания различаются. Яне тысячу рублей необходимо выплатить в качестве штрафа, а Андрею необходимо выплатить 15 тысяч рублей. Но, в любом случае, по градации наказания, штраф, какой бы он высокий ни был, это все-таки более мягкое наказание, чем лишение и ограничение свободы в виде административного ареста. Ну, бились достойно. Спасибо ребятам. Ребята были сами адвокаты себя, составили множество ходатайств. Считаю, что сыграло роль, не последнюю роль, сыграло постановление о привлечении к административной ответственности в отношении организатора публичного мероприятия. Снова здравствуйте. Времени у нас сейчас восьмой час вечера. С адвокатом Василием Дубковым сегодня завершился мой процесс. К счастью, завершился, я считаю, положительно. Маленькая, но победа. Ну и кроме того, вот он только что защищал в Ленинском суде. Ребят переквалифицировали статью. То есть, статья не арестная, хотя они под арестом продержали двое суток. И в итоге был назначен штраф в размере тысячи рублей Яни Дробноход и 15 тысяч Андреевка Городцева. Непонятно, в чем разница, хотя на мероприятии они были вдвоем. В очередной раз хочу поинтересоваться у нашего правосудия или кривосудия, как правильно-то. В чем смысл, как вы назначаете наказание. То есть, людей за одно и то же мероприятие, за одни и те же действия, в одно и то же время привлекают по арестной статье. Удерживают до суда. То есть, это двое суток. В субботу были задержаны, а сегодня понедельник, шестое число. Больше двух суток люди находятся под стражей. В итоге уходят не просто со штрафами, а еще и разными штрафами. Вот это для меня, воистину, загадка. Эта загадка в какой-то части будет разрешена, когда мы прочитаем постановление. Есть возможность, кодексом административных правонарушений предусмотрено учет различных обстоятельств, в том числе смягчающих. Возможно, судья приняла во внимание некоторые обстоятельства у Яны Дробноход, наличие малолетних детей, может быть еще что-нибудь. Мы также говорили о добровольном прекращении участия в акции, поскольку мы ушли до окончания мероприятия. Обращали внимание, что сотрудники полиции, многочисленные сотрудники полиции, которые присутствовали на этом мероприятии, ходили, снимали. Тем не менее, они не говорили, не указывали, что, господа, уважаемые люди, вы без масок наденьте маски или разойдитесь. Не было таких требований. То есть, ну, можно оценить поведение полиции здесь тоже с точки зрения провокации, как некоторые недобросовестные «да-да, гуляйте». Или возможен какой-то интерес у вышестоящего руководства о привлечении конкретных лиц какой-либо ответственности. Ну, будем ждать, гадать, шторить. Юра, я хочу сказать еще слова благодарности, спасибо. Все это время, с двух часов до семи часов вечера, Юрий находился на улице рядом со зданием суда, готовый в любой момент явиться, дать показания в качестве свидетеля, поскольку он был понятым. И он выставил свой пост, слова благодарности и уважения, спасибо Юрию.